здравствуйте дорогие друзья сегодня с таким вот необычным фоном а может быть и очень разумным для этого видео мы поговорим с вами второй раз на моем канале о ноже бенчмейт гриптилин 551 1 со сталью cpm 20 7 и вот в таком вот исполнении от компании бенчмейт с рукоятью из 10 но но сейчас чуть-чуть подхожу поподробнее расскажу почему решила не второй раз поговорить дело в том что нож был опять предоставлен для обзорного сибирский магазин ножей клинок появился там в продаже снова вот такой вот его экземпляр и увидев его на витрине я подумал о том что есть вот мне что сказать потому что с той поры как такой нож попадал мне в руки для первичного обзора так уж получилось что распродав часть своих ножей в том числе и бенчмейт свое время около полутора лет назад я обзавелся постепенно вот такой вот коллекции гриппов и обладание такой коллекции и эксплуатация несколько что ли изменила мое отношение к тому что тогда сделала компания бенчмейт вот именно с точки зрения даже наверное не функционала этого ножа потому что но грипп все-таки это очень действительно функциональный нож как-то его не крути один из моих любимых ножей именно с функциональной точки зрения то есть действительно здесь никаких вопросов лично у меня это не вызывает и переделка его вот такая тоже их не вызвало здесь скорее немножко разговор по поводу того как изменилась цена гриппа ввиду того что его сделали вот таким и насколько действительно поменялась его эстетика и наверное здесь как бы стоит сначала немножко сказать о том что было тогда сделано а потом о коллекции самой что у меня в итоге получилось сейчас в руках потому что здесь ну довольно разнообразные гриптилины значит напомню что классические гриппы все отличаются вот такой вот мелом пардию придуманную рукоятью из самого дешевого который бенчмут использует пластика несмотря на то что он дешевый но он тем не менее достаточно надежный проблем с ним никаких нет то есть вы сейчас видите вот эти три ножа они все очень сильно был причем был не только мной не думаю что вполне хорошо заметно что ну каких-то вот серьезных проблем с пластиком за там долгие годы эксплуатации тех ножей не возникает то есть это факт состоявшийся да но компания бенчмут в какой-то момент заявила о том что по многочисленным просьбам постоянных потребителей ножей гриптилиан и более того ввиду того что существует масса всяких вот ну допустим здесь такие два представлены до разных кастомизации его рукояти они решили сами тоже несколько ее переделать сделать и такую более богатую и если я все правильно помню вот такие ножи гриптилиан в тот момент стоили на рынке немного больше 100 долларов что-то там типа 110 да то вот эти ножи когда попали в нашу розницу если я не ошибаюсь сейчас они на гонзе там типа когда это серый импорт стоит наверное тысяч по 12 14 как бы что-то вот такое а в рознице эти ножи стоят тысяч около 17 в нормальной российской то есть как бы типа примерно так но при что вот гриппы такие стоят наверное тысяч восемь сейчас что-нибудь около того может чуть дороже если новое вот то есть скажем так что этот нож удорожал ну почти в два раза тогда да и вот сделано то было по сути дела что в тот момент пластик был поставлен действительно g10 рукоять стала не из двух стола из двух половинок но он стала как бы типа полностью такая разделенная промывная что конечно на мой лично сказать для любого складного ножа это плюс но как бы это не ну не какая-то такая острая необходимость пластик g10 вот такая вот насечка была на нем сделала такая отсылающая нас классической насечки но тем не менее она не такая она несколько более такая мелкая больше скажем визуальный имеет такой характер нежели чем под практическое применение вот все тот же самый прекрасно axis lock и в дополнение чем аргументировалась такое резкое повышение цены была поставлена сталь cpm 20 7 на этот нож да вот как бы мне тогда показалось что ну в принципе как то есть сделано так существенно дороже богаче ну понятно за что хотели получить деньги да и в принципе действительно для человека вот такого как я у которого есть целая коллекция гриптилинов ну наверное интересно иметь вот такую если хотите кастомизацию от самого производителя вот но вот знаете посток стал обладать от этой коллекции начал задаваться для себя таким очень важным вопросом а стоило ли на самом деле такая кастомизация чтобы столько за этот нож переплатить потому что понимаете какая штука но чтобы было понятно хочется сказать о том что здесь наверное речь идет о том что здесь какая-то очень интересная сталь но вы знаете вот у меня дугриттер и стали m390 они для изготовления даже кастомного ножа не так сильно друг от друга отличаются в цене то есть речь идет буквально там по моему долларах а 15 может быть да то есть как бы ну блин это не удорожание там на 100 120 долларов так скажем да то есть никак этим аргументировано быть не может по поводу рукояток здесь как бы замечу такую штуку вот это вот нож с кастом на рукоятью от александра пономаренко достался мне дак из клинок у него стоит от такой вот лимитки из стали с 30 была вот она такая 500 ножей но я абсолютно уверен что это не единственно лимитка с этой стали которая была сделана ну понимаете как бы скажем так посмотрите понятное дело что это кастом на рукоять сделаны в одном экземпляре исключительно но как по мне но она но мы за то на что ли как бы типа интереснее того что в итоге сделал бенчмейт хотя это не умаляет того что бенчмейт рукоятка тоже очень ничего да то есть но посмотрите вот по моему вполне себе очень интересно классно сделана ручка ну и самое интересное конечно это вот такой вот экземпляр и wt кастом на рукоять есть такая американская компания это официальный дилер компании бенчмейт 551 гребтилен кстати с той же самой стали cpm 20 и в общем могу вам сказать так мне он конечно был продан состоянии был александр если посмотришь привет тебе большое спасибо за этот ножка бы очередной раз хочу тебя поблагодарить за настойчиво что ты настойчиво мне его предложил потому что очень я очень рад что я его купил потому что вот эта версия гребтилена она ну как бы вот с точки зрения эстетики очень сильно выдается из всего того что у меня есть да есть у меня как видишь много что что здесь хочу сказать что производитель вот этих рукояток это официальный дилер компании бенчмейт которые ножи со своими вот такими рукоятками продает по моему за 150 долларов причем как бы это еще такая довольно простецкая версия у них там не зависит как бы у них там есть еще от гандр грипп так называемый вот это вот прям пропильная на вот этих вот алюминиевых рукоятках как бы рукоятки но с очень достойным сделанным нодированием и очень такие ну своеобразные так скажем формы и действительно очень такие знаете эстетически очень приятные но я думаю что здесь это видно да вот но должен сказать что вот подобные рукояти их появление на ножах бенчмейт не вызывает такого удорожания этого ножа которое было сделано самим бенчмейтом когда они выпустили вот такую модель 551 1 сделав на нее просто ну как бы взяв сталь которая на тот момент да и сейчас в общем то не столь что ли распространена да так скажем как там допустим классическая 154 7 там или другие стали которые на этих ножах есть и поставив вот такую неплохую действительно интересную рукоять то есть я как бы все таки вот склонен думать такое знаете у меня сложилось мнение в конечном итоге что купить себе такой нож новый ну это только если вы коллекционер который нажив себе ставит на полку тогда наверное да просто любопытно что у меня будет еще и вот такая вот версия гриптилиана я честно говоря время от времени после до последнего времени так скажем подумал не обзавестись ли вот таким вот ножом там может быть не новым был где-нибудь посмотрите кстати среди подписчиков тоже и сейчас говорю что в принципе если у кого-то есть вот подобный нож был с которым он хочет расстаться особенно если не в деньги да то я может быть рассмотрел бы какие-то варианты обмена у меня много что есть я бы что-нибудь может быть такое предложил потому что ну реально любопытно мне просто дополнение коллекции мои гриппов вот но хочется мне сказать что наверное все таки здесь вот какое-то такое знаете слово рвачество что ли проявляется у компании бенчмет когда они выпустили вот эту серию просто на одной из самых удачных моделей своих ножей которые при этом у них выпускаются постоянно они не были как многие другие удачные модели просто сняты с производства они решили на не подзаработать сделав грубо говоря да безусловно сделав эту модель и в плане себестоимости несколько более дорогой но на ценку похоже они увеличили процентов на 20 вот для того чтобы подзаработать на этой модели побольше денег потому что модель действительно насколько знаю в сша натурально всенародно любимая часто как знаете иногда вот смотрю какие-то американские фильмы и когда там показывают людей у которых из кармана видна клипса ножа то очень часто это клипс сопровождается именно вот этими широко знакомыми известными рукоятками это клипса именно какого-нибудь из ножей бенчмэй гриптилин вот такие у меня мысли по этому поводу не знаю насколько это вам будет интересно видео такое больше размышленческой да вот коллекции похвастаться но тем не менее надеюсь что было интересно большое спасибо за просмотр пока